Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 сентября, вторник, и Церковь в этот день предлагает нам отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам. Вчера мы с вами читали отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, потому что вчера было начало церковного индикта, церковное новолетие, 14 сентября. По новому стилю 1 сентября по старому. И, соответственно, то рядовое чтение, которое должно было читаться в этот день, оно переносится либо на предыдущий день, либо на следующий. Но предыдущий день был день воскресный, поэтому туда мы не могли перенести. И переносится это чтение на сегодняшний день. Поэтому сегодня нужно читать, по идее, два отрывка, который посвящен понедельнику и вторнику, сегодняшнему дню. Но дабы нам не увеличивать количество чтений, прочитаем только тот отрывок, который положен в сегодняшний день, то есть во вторник. Рядовое чтение за вторник послания к Галатам. Это конец второй главы, стих 21, последний стих второй главы послания к Галатам. И третья глава, первые семь стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас, не покорятся истине. Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производят или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий суть сыны Авраама». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня читаем во вторник послание апостола Павла к Галатам, первые семь стихов третьей главы и конец второй главы, 21 стих. И это 21 стих второй главы, он является неким эпиграфом к третьей главе. Еще раз прочитаем его. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». И здесь очень важно понять, разграничить, понять, что же имеет в виду апостол Павел под законом, что под благодатью. И действительно мы станем и поймем, что действительно мы спасаемся верой. Но вера — это вера не отрицает дел, которые мы делаем сейчас, потому что то, что мы делаем сейчас, это дела веры. И мы не полагаем наше спасение в какую-то череду определенных действий. Мы понимаем, что все в руках Божьих, и только милость Божия может нас спасти. Мы делаем дела веры. И наши дела — это не есть тот закон, который был у иудеев. Это важно понимать. Так вот, иудейским законом, вернее, законом Моисея даже, ветхозаветным законом, благословленным, человек не спасается. Апостол Павел знает это не понаслышке, потому что он сам был ревнителем этого закона. И постоянно, получается, вставал в какой-то замкнутый круг, потому что все заповеди и все предписания закона, а их больше шести сотен, исполнить нельзя. А мы знаем из Священного Писания, что плата за грех смерти, приступая закон, ты становишься преступником. И поэтому было такое понимание, как клятва закона. Апостол Павел сам говорит, что иудейский народ находился под клятвой закона, но именно Христос выводит человека из-под этой клятвы. Он не уничтожает закон и не отвергает заповеди, но он возвозит на новый уровень процесс нашего спасения. Потому что человек не может заработать спасение своими собственными силами. Это невозможно. Нет такой схемы, которую ты будешь исполнять и заработаешь спасение. Поэтому он и возмущается, говоря о том, что галаты, приняв веру, уверовав в Спасителя, получив дар исцеления от клятвы закона, они опять пытаются залезть под это ермо закона. И он восклицает в третьей главе «О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас?» Но в оригинальном тексте, в греческом языке стоит «не прелестил», а именно «заворожил» и буквально «заколдовал». Кто очаровал вас какими-то магическими чарами? И апостол Павел так говорит, потому что он не может найти рационального объяснения, почему они так поступили. Только какое-то сверхъестественное непонятное вмешательство, как по волшебству, как мы сказали бы сейчас. Кто буквально заворожил, да, сглазил вас, не покоряться истинной, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. В синодальном переводе стоит «как бы» в курсивом, потому что это добавленные слова, и непонятно, почему они добавленные, потому что Христос не был как бы распят. Они видели Христа реально распятого, то есть настолько они прониклись раннехристианской проповедью, Керигма и апостола Павла, что они как бы как живого видели перед собой распятого Христа, а не как бы распятого. Сие только хочу знать от вас, и вот это важное замечание, через дела ли закона, то есть исполняя, скрупулезно исполняя все заповеди Моисея, и сейчас я говорю не о десяти известных нам заповедях, мы должны их исполнять, а здесь идет речь о обрезании, о заповедях ритуальной чистоты, омовения и так далее, и так далее, и так далее. То, чего сейчас в нашей жизни просто нет христианской, потому что это все ушло, потому что позиция апостола Павла победила. Соответственно, вот пришли иудеи и соблазнили, вернее, лже-христиане, которые лже-апостолы, которые считали, что чтобы спастись, нужно все это исполнять, то есть нужно обрезаться на восьмой день, что нужно исполнять все правила предписания, которые существовали в Ветхозаветной Церкви, что для Новозаветной Церкви это прям все необходимо, помимо нравственных заповедей, которые, естественно, никто не отменял, и они сохраняются, и даже больше Христос их еще усложняет, упражняет, говоря о том, что не просто сказано древними «не убей», а я говорю вам. Кто прогневался на брата своего, тот уже согрешил. То есть нравственные заповеди Христос усиляет, а вот эти обряды ритуальные, он их упраздняет. Так вот, эти иудеи и христиане говорили галатам, что вы должны все это исполнять. А апостол говорит, что неужели вы получили духа, потому что все это исполняли? Вот этот риторический вопрос. Во втором стихе. Через дела ли законы вы получили духа, или через наставление веры? В славянском языке через слух веры. Через слух веры они получили благодать, а не через дела. Потому что еще до того, как они начали обрезываться и задумываться об этом, они уже получили дух, и они это прекрасно знают. И далее апостол Павел, он часто ссылается на Авраама, и здесь говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Еще до того, как появились заповеди Моисея, еще до того, как появилось само обрезание, как символ завета, Авраам уже стал праведником. Почему? Потому что он доверился Богу. Так же и нам нужно довериться Богу и довериться Церкви Христовой, в которой единственным мы можем и встретиться с благодатью Божией. и где эта благодатья будет не просто действенно, не только действенно, но и действенно. Поэтому будем идти путем церковного предания, будем учиться стяжать благодать Святого Духа. Ведь все наши посты, все наши церковные правила существуют только лишь для того, чтобы мы могли стяжать эту благодать. Это не тот закон, который был дан и был проповедан Моисеем и потом в Ветхозаветной Церкви распространился. Это другое. Мы это можем менять, потому что и посты не сразу появились, и Великий пост тоже был сразу не 40 дней. Об этом можете прочитать в православной энциклопедии. Поэтому церковная жизнь, это жизнь свободы в следовании закону Христа, закону любви и благодати. Будем ему следовать и спасаться. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся великолепие Твое превыше небес.